Дом Однозначное для обеспечения боевых действий зенитной артиллерии и истребительной авиации в ночных условиях. В целях противника было уничтожение части. Во время воздушной тревоги семья Филатовых спасалась в большом подвале во дворе дома, где находилось место и для соседей. Вот как раз вот этот подвал, про который Вера Алексеевна рассказывала, он был на месте вот этого нового дома. И вот все деревенские, они как раз в этом подвале все собирались и все вот эту вот бомбежку фактически здесь и сидели, пережидали. То есть у них там все-таки было условие, чтобы они все могли скрыться. Непосредственно авианалет в район деревни Пуговичина был в течение всего одного вечера. Зажигательный снаряд упал на соседний двор. И когда загорелся у них двор, ну это хозяйственная постройка, двор, вот, и, значит, огонь пошел на наш. А у нас крыша хорошая была, и она моментально сразу загорелась. Ну что делать, ждать? Мама не могла. Она бегала, значит, с ведрами и на крышу лазила и заливала. Вот. Вот так вот, пока не залила, а дальше, дальше он летел, дальше и дальше, дальше. Вот. Кто, значит, помогал, кто защищал свои дома, те остались, а кто, значит, прятались, те сгорели. Вот как рассказывали нам старшее поколение, помимо того, что зажигалки бросали, еще, видимо, стреляли из пулеметов, то есть там крыша была буквально расстреляна, железная. И вот, собственно, бабушка не побоялась, засыпала зажигалки, сбрасывала их с дома, дом отливала водой. Ну, фактически спасла его. Спасибо ей, конечно. Дом удалось спасти от огня благодаря мужеству женщины. Но в тот вечер в деревне сгорело 18 домов. Полностью были уничтожены и постройки колхоза имени Емельяна Пугачева. Существовавшего здесь до войны. Рассказывали, животные изгорели. Они, конечно, очень страшно кричали, вплоть до того, что это было в Расторгуево слышно. Многие, конечно, полегли, но кто-то из животных и остался. А сами постройки, включая колхозные и овощехранилища, и зернохранилища, и вот эти все для скота постройки, все-все-все было, все сгорело. Время неумолимо. Уходят из жизни участники и ветераны войны. Да и безмолвных свидетелей страшных лет остается все меньше. На месте уцелевших во время военных действий деревенских домов строятся современные коттеджи. Растущий город стирает следы истории, которые бережно хранила земля. Свой родной дом члены семьи Филатовых-Куликовых иначе как героем не называют. Этот дом очень дорог для меня, и я очень счастлива, что мы живем в этом доме. Он уже очень старый, он пережил многое. И это невероятно то, что он сохранился и в прекрасном состоянии. Сейчас все поколения большой семьи, готовясь к празднованию 70-летия Победы, стараются привести в порядок участок и сам дом, чтобы знаменательную дату герой встретил во всей красе. Татьяна Снежко, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.